Новому мосту через Волгу быть. Выделены первые деньги на южный обход города. В планах строительство еще одной автомобильной переправы до Энгельса. Сооружение появится ниже железнодорожного моста и обойдется в 4 раза дешевле крымского. На масштабный проект уже нашли 100 миллионов рублей. Работы собираются начать в ближайшие месяцы. Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Полина Пупенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Раскрыли секрет строительства дорог. Конструктив федеральных дорог, он более жесткий, более мощный каркас у него должен быть. Дорожники показали, как делают асфальт для саратовских трасс. Существует больше 50 рецептов. Кто-то переносит торжество, а кто-то и вовсе передумал жениться. О том, как коронавирус повлиял на свадьбы, узнала Надежда Новикова. Отстают от графика. Вы говорите про сентябрь, это очень долго. Я попросил бы туда не увлекаться. Новый городской пляж откроется не раньше следующего лета. Губернатор недоволен. С подробностями Жанна Марченко. Какая температура за окном будет в среду 15 июля? Через несколько минут расскажу вам мне, Александр Новохадский. Дождитесь. Готовят больше 50 рецептов. Журналистам показали, как и из чего делают саратовские дороги. Составы материалов отличаются в первую очередь пропорциями. Например, трассы регионального значения более прочные. Их делают на бетонном основании. В городе меньше нагрузки на дороги, поэтому состав попроще, говорят специалисты. Мы с оператором Романом Шельдяевым отправились на асфальтобетонный завод и приложили руку к строительству дорог. На асфальтобетонном заводе около 150 тысяч тонн материалов. Привозят их по железной дороге из разных регионов страны. Сюда пускают не всех и не всегда, но сегодня для журналистов сделали исключение. Нам покажут, как делают асфальт для саратовских дорог. Сначала в специальной машине материалы дозируются. По транспортной ленте они попадают в сушильный барабан. Там нагреваются и поднимаются вверх по элеватору. Затем происходит смешивание асфальтобетона. В час производят по 240 тонн смеси. Следят за изготовлением из операторской. Здесь находятся два человека. Отсюда управляют процессом изготовления асфальта. Существует очень много рецептов. Все составы уже забиты в программу. Игорь, расскажите, пожалуйста, сколько же есть рецептов и чем отличается, например, строительство дороги регионального значения от городской? У нас порядка 58 составов на различные объекты, потому что объектов очень много. В основном отличие от того, что конструктив федеральных дорог, он более жесткий, более мощный каркас должен быть, более больше слоев. Погрешности здесь не бывает, говорят специалисты. Процесс смешивания полностью автоматизирован. Основа у каждого рецепта одна. Песок, щебень, минеральный порошок и битум. На изготовление асфальта уходит буквально 10 минут. Мы сделали материал для трассы регионального значения. Сейчас отгрузим его в машину. Мы находимся на трассе Саратов-Тепловка-Базарный-Карабулак-Болтай. Именно сюда привезли тот асфальт, который сделали на заводе. В одном таком самосвале 25 тонн материала. Делают эту трассу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Магистраль соединяет несколько районов. Движение машин остановить здесь невозможно, поэтому дорожники работают среди автомобильного потока. Так называемая стесненность производства работ. Она предусматривает себе, что мы закрываем одну полосу проезжей части, как мы видим, захватка так называемая. И видим, что на данном участке производится подгрунтовка, потом дальнейшая укладка. По другой половине проезжей части мы пропускаем как поточный, так и встречный транспорт. Всего рабочие должны сделать 25 километров трассы. Это два участка. Готовы уже больше половины. До осени этого года завершат строительство. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов-24. И в продолжении дорожной темы в области начали переделывать объездную до Озинок. Покрытие оказалось непригодным для езды. Автомобилистам с трудом приходится добираться до отдаленных районов. Технику на участке пригнали после критики губернатора. На днях Валерий Радаев отправился на границу с Казахстаном. Кортеж главы региона добирался по разбитой дороге пять с лишним часов. После того, как чиновник все же доехал до Озинок, досталось в Министерство транспорта. Губернатор потребовал переделать объездную, которую сделали обыкак, заявил он. Речь о 70 с лишним километрах. Временную дорогу построили, пока идет ремонт основной трассы в Саратов-Озинке. Остался недоволен глава региона и темпами строительства нового городского пляжа. Место для купания будет располагаться рядом с набережной. Но окунуться в воду саратовцы смогут не скоро. Подрядчик, который начал работу еще в прошлом году, серьезно отстал от графика. Чиновникам пришлось с ним распрощаться. А вот Трофимовский мост сдадут уже через три месяца. Жанна Марченко подробнее о городских стройках. Видно по этим причинам, что технологически что-то не сработало. Но это не говорит о том, что с этим надо мириться. Старая проблема новой набережной. Печально известные провалы этим летом стали еще глубже. После последнего ливня разрушилась часть асфальта. Губернатор настаивает на экстренном ремонте. Немедленно приступать, как говорили, к ремонту. Уже сколько времени прошло, наверное, месяц, как мы проговорили, до сих пор у нас никак взаимоотношения передачи, еще какие-то моменты затягиваются. Отстали от графика и на соседнем объекте. Уже этим летом саратовцы могли отдыхать на новом пляже. Но пока здесь в самом разгаре стройка. Из-за конфликта чиновники разорвали контракт с предыдущим подрядчиком. А нынешнему непросто наверстывать упущенное. Новый проект реконструкции будет готов только осенью. Вы говорите про сентябрь, это очень долго. Я попросил бы туда не увлекаться. У нас и так сроки ограничены по завершению работ здесь. И коллеги сейчас закончат основную часть, стенку эту всю восстановить. У них уже по-другому работа пройдет. Поэтому мы должны синхронизироваться. Это позволит одновременно благоустраивать и территорию самой зоны для купания, и инфраструктуру рядом с ней. На пляже планируют открыть детскую и спортивную площадки, медпункты, кафе. Здесь же появится комната матери и ребенка. Вода, санузлы, где переодеваться. Вот верхняя часть у нас в понимании есть. И сейчас мы ведем с теми изменениями в проект, которые вот эта часть в воде, чтобы у нас он был в последующем, мог эксплуатироваться горожанами с возможностью и загорать, и купаться. Обратная ситуация на Трофимовском мосту. Строители обещают сдать объект раньше срока. Работы идут с опережением графика. Причем в две смены. Например, заливать бетон можно только ночью. Вы только ночью льете по причине того, что жарко. Жарко, да. И технологический момент. И может лопаться, да? Да. Сейчас уже половина? 60% мостового пролета забетонировано. 60% забетонировано, да? Сейчас идет подготовительное? Армирование третьего пролета и монтаж несемной опалки на четвертом пролете. А для точного моделирования и расчета дороги применяют 3D-технологии. Чтобы не мешать местным жителям, стараются работать не слишком шумно. У современной техники есть такая возможность, говорят специалисты. Реконструкцию они планируют завершить в октябре. Это будет первый в Саратове фактически построенный заново городской путепровод. Жанна Марченко, Олег Гуланов, Саратов, 24. Приблизились к 8000 за сутки коронавирусом в регионе заболели еще 93 человека. Почти половина из них саратовцы. Об этом сегодня сообщили в областном Минздраве. В клиниках также оказались жители Самойловки, Энгельса и Маркса, Татищева, Балакова и Дергачей. Всего 19 районов. Число заболевших там не превысило и 8 человек. По словам медиков, только за вчера из больниц были выписаны 122 пациента. Всего же с начала пандемии коронавирусом уже переболели более 4000 саратовцев. Около полусотни скончались. Пациент попадает в больницу с ухудшением, либо сразу в отделение реанимации. После второй фазы, если ему удается ее пройти, то наступает некоторое улучшение. Здесь может наступить уже начало выздоровления. Ну а третья фаза, она, как правило, приводит к искусственной вентиляции легких и прогнозу. Как показывает мировая статистика, в нашей стране получается, в общем-то, очень сомнительным данным пациентом. Из-за коронавируса этой весной отменяли и переносили свадьбы чаще обычного. 70 пар и вовсе передумали идти под венец. Еще четверть даты перенесли. На месяц или на два. Работники ЗАГС обещают эти цифры поправить. Они надеются на летние и осенние свадебные бумы. О том, как коронавирус повлиял на работу отделов, узнала Надежда Новикова. В Саратовской области 70 пар передумали жениться из-за пандемии. Об этом рассказала Юлия Пономарева, начальник управления по делам ЗАГС области. Конечно же, коронавирус повлиял на количество свадеб в нашем регионе. Но на самом деле мало кто отказывался от регистрации. Большинство решили переносить торжество. Мы работали и продолжаем до 15 июля работать по предварительной записи. И самое главное, что расстраивает и нас, поверьте, нас тоже, и наших молодоженов, это то, что регистрации брака проходят при отсутствии гостей. То есть гостей нет, есть только молодые. С одной стороны, это очень печально, потому что мы все-таки привыкли, это свадьба, мы привыкли в ЗАГС видеть родителей, гостей, друзей, племянников, детей, бабушек, дедушек. С другой стороны, я надеюсь, что все те, кто к нам приходил, они поняли наконец-то, что свадьба и регистрация брака – это только, в основном, важная часть для молодоженов. Скоро Саратов накроет свадебный бум. 8 августа ждут наплыв молодоженов в отделы ЗАГС. На 8.08.20 подали заявление 277 пар. Разводов стало меньше на 25%. Видимо, трудности сплочают саратовцев. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. Ожидают разрушений. Сегодня в регионе объявили о красном уровне опасности. До поздней ночи в области будет бушевать непогода. Об этом сообщили в управлении МЧС. В районах пройдут грозы, ливни и град. Ожидаются жестокий шторм, говорят специалисты. Более 100 с лишним километров в час. Это означает плохую видимость и большие волны на Волге. Маленькие суда обычно переворачивают в такую погоду. По шкале это 11 баллов из 12. Сильнее только ураган. Стихия уже пронеслась по нескольким районам. А в Балакове ветер повалил столбы и десятки деревьев. Перевернул автомобили на парковке. Горожан буквально сносило с дороги. Более полный прогноз погоды подготовил Александр Новохадский. Затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Телефон в Саратове 906-444. В этом году компании исполнилось 17 лет. От всей души поздравляем с этой датой. Желаем успехов и процветания. Здравствуйте. В среду 15 июля в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбье, Балаковье переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. Днем до плюс 33 градусов, а ночью до плюс 16. В Саратове и Энгрисе также ветреный и кратковременный дождь. Температура днем до 30 градусов, а ночью до 18 выше 0. Атмосферное давление около 751 миллиметра. Ртутного столбова до Волги плюс 25. По приметам. Если подул западный ветер, ждем дождя. Всем всего доброго, берегите себя. До встречи. Сталинский орган. Так это оружие советской армии называли гитлеровцы. За внешний вид и звуки. Катюша стала первой созданной в Союзе мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. Ровно 79 лет назад в этот день установки прошли боевое крещение. В Саратовском парке Победы среди экспонатов военных лет Катюша на почетном месте. Надежда Новикова узнала историю оружия и трагическую судьбу ее создателя. В июне 41 года на Воронежском заводе собрали боевые установки. Это стало первой в Советском Союзе мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. Солдаты Ласкова назвали просто Катюша или Раиса. А может быть Раиса Сергеевна? Существует несколько версий происхождения этого прозвища для реактивной артиллерии. В частности, знаменитая песня на стихи Блантера Катюша. По другой версии установки Катюш получили такой прозвищ из-за того, что они выпускались на заводе компрессор и коминтерн. И на дверях этих установок было нарисовано литер К. Еще другое название Катюш – это Раиса. Сейчас на Северо-Западном фронте эти установки так назывались по сокращению в боевых документах РС. Что называется реактивная система. Но вот было такое прозвище Раиса Сергеевна, в частности. 14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Это стало боевым крещением Катюш. В результате мощного огневого удара 112 реактивных снарядов уничтожили вражеские эшелоны, боеприпасы и переправу через реку. Так, переправа противника была сорвана и развить успех на этом направлении ему не удалось. Создатель Катюши – Лангемарк. Но об этом мало кто знает. Судьба ученого сложилась трагично. Его расстреляли, а имя долгое время было забыто. Георгий Лангемарк из семи швейцарцев, которые в 20-е годы, поверив в будущее молодой России, приезжают в эту страну. Он служил на флоте морским офицером. И он является фактически основным изобретателем вот этой Катюши знаменитой. Снарядов. Самые главные там были снаряды. Так вот, он изобретает вот этот снаряд. Они занимались вот этим сухим порохом. Но в дальнейшем судьба его становится трагичной. Как многих людей в то время, один из сотрудников пишет на него ложный донос, на него еще и на других, их арестовывают, жестоко допрашивают, как это было в то время, допрашивали врагов народа, и приговаривают к расстрелу. В 1955 году их реабилитировали. В Парке Победы она одна такая, настоящая Катюша. Все, что стоят по соседству, усовершенствованные версии 60-х, 50-х годов. Знали ли создатели боевой установки БМ-13, что впоследствии из их Катюши появится вот такой вот вполне себе представительный град, который до сих пор находится на вооружении в наших войсках. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов-24. О главном к этому часу все. Еще больше новостей на сайте информационного агентства Саратов-24. Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.